Итак, знаете, мы биологи, мы очень любим всяких много сложных терминов, поэтому если в какой-то момент вам станет совсем сложно, вы меня, пожалуйста, останавливайте и вообще, если какие-то вопросы появятся, давайте сразу останавливаться и тут же обсуждать, потому что даже если мы всего пять слайдов пройдем, но мы какие-то вещи поймем, это уже будет гораздо лучше, чем мы пробежим. Все быстро, я понаговорю много терминов и останется такое совсем что-то непонятное от моего выступления. Ну давайте начнем, значит, я назвал свою лекцию «Происхождение, эволюция, половое размножение», этим вопросом я занимаюсь достаточно давно, я работаю с половыми хромосомами, обычно вот с позвоночными, с рыбами, с млекопитающими, начал свою работу еще с носорогов Южной Африки и потом, значит, закончил рыбами как наиболее, даже еще не закончил, как наиболее интересными объектами, уникальными. И, в общем-то, я в этой тематике варюсь, и поэтому это тоже не очень хорошо, я все время пытаюсь на эти все термины перейти и совсем вас всех запутать. Поэтому давайте начнем с самого начала. Итак, пол и половое размножение, почему это так интересно и почему эти вопросы вообще волнуют и биологов, да и вообще всех нас. Да и, собственно говоря, всегда волновали. Мы смотрим, как вы все прекрасно понимаете, на все, что нас окружает, даже через вот эту гендерную призму. Мы там говорим дуб и береза, если вот немножечко отойти к филологии, пытаемся, значит, представить, что в дуб, значит, что-то мужественное, береза, что-то, наверное, в этом есть женское. Хотя, наверное, немец, который говорит «ди айхе», он, наверное, уже будет думать, что дуб, значит, тоже в этом есть что-то женское. То есть на очень многие объекты мы смотрим сквозь эту призму, и она у нас выражается в языке. И, кроме того, еще почему очень большой интерес, потому что у нас есть табуирование этой тематики. Откуда выросло табуирование именно у человека? Это тоже отдельно интересный вопрос, на который можно говорить много лекций. Безусловно, это как-то связано с тем, что это социальные взаимоотношения и подавление определенного уровня агрессии. Мы на этом сильно останавливаться не будем. Главное, что много лет эти вопросы волнуют человека. И в свое время, когда я учился в школе, мне на философии дали написать реферат по диалогу Платона-Пир, который как раз касался любви, бога любви Рота. И преподаватель поставил мне оценку 3, потому что сказал, что я так ничего и не понял, что имел в виду Платон. Но я хочу сказать, что сколько лет я уже этим занимаюсь, я так до сих пор это хорошо и не понял все, даже обладая большим количеством знаний. Но самое интересное, что мы можем сказать, что уже даже в этом диалоге Платона мы можем наблюдать очень интересные вещи, которые потом наука много, даже тысячелетий спустя будет обнаруживать. И, допустим, уже можно увидеть предвидение происхождения раздельно полностью из гермафродитизма, поскольку там были люди, которые были соединены, значит, люди двух полов, которые были соединены вместе, и потом боги их наказали, разделили на две части. С тех пор они, значит, ищут друг друга и пытаются, значит, оказаться опять вместе. И действительно, вот сегодня мы увидим, что в эволюции сначала был гермафродитизм, когда в одной особи были и те половые органы, и другие, а потом происходит постепенное расхождение, неизбежно причем. И в биологии этим вопросом занимались все и давно, и Чарльз Дарвин, и многие другие выдающиеся авторы. И все находили свои какие-то на это вопросы, но до конца так это все и не понимали. Это до сих пор является, некоторые авторы так прямо и говорят, это самый крупнейший скандал в эволюционной биологии, и очень много копий бьется. И я даже присутствовал на таких научных совершенно заседаниях, когда люди вставали и демонстративно уходили из зала, потому что они были полностью не согласны, о чем говорит другой автор. Считали это проявлением какого-то шовинизма или чего-нибудь еще. Хотя, казалось бы, речь идет о науке. Итак, начнем с чего вообще все началось. Ведь так было не всегда. И половое размножение на нашей с вами планете присутствовало далеко не всегда. Когда-то, если мы обратимся к библейским притчам, все существовало в безгрешном и прекрасном мире полном ангелов. И эти ангелы, конечно, существовали на нашей планете 2 миллиарда лет назад. Это были прокариотические организмы, никакого полового размножения. Все, значит, совершенно прекрасно себе выживали в течение достаточно значительного периода эволюции биологической на нашей планете. Я не знаю, что это анекдот или нет, но есть вот такая притча, что собрались много священнослужителей где-то в Бельгии. Долго решали, значит, что целуются ангелы или нет. Потом решили, что вот целуются, но только без страсти. Ну, вот примерно то же самое и здесь. То есть, хотя, вроде бы, они существовали без полового размножения, но что-то такое у них все-таки было, что сейчас нам уже нужно сказать, что это не совсем все-таки было бесполое размножение. У этих существ присутствовала такая вещь, как горизонтальный перенос. Вот он первый такой сложный термин. Еще был прокариотический организм. Организмы доядра совершенно примитивные. Одна клетка. Глеточных структур не наблюдаем. Просто ДНК, пробирочка, в которой много реакций происходит. Никаких разделений, вот как у сложных организмов, тем более не к многоклеточности. Но, тем не менее, эти организмы уже могли встречаться и обмениваться. Самым главным, что у них было, генетической информацией. Они могли, значит, друг другу это передавать. И это явление трансформации или передачи генетической информации, она была открыта в 20 веке. И долго никто не рассматривал, как прообраз полового размножения. Но сейчас вот все больше и больше оно рассматривается. Что? Особенно это случается, когда условия не очень хорошие. Какой-то кризис экологический становится совсем плохо. И тогда организм решает, нет, надо все-таки что-то с этим делать. Возьму-ка я ДНК из внешней окружающей среды, встрою в свое, а вдруг что-то хорошее и получится. И действительно получается. И горизонтальный перенос, как мы уже сейчас видим, это такой достаточно стандартный способ, который существует у всех прокариотических организмов. Можем их рассматривать как вот такую большую популяцию, которая время от времени своим генетическим материалом обменивается. Зачем же тогда, если все было прекрасно, возникло вот это самое половое размножение? И одна из господствующих сегодня теорий говорит о том, что это была защита от нарушений ДНК. Наша ДНК – это огромная молекула, которая постоянно подвергается каким-то воздействием извне. Кто только на нее не действует. Радиация, двуцпочечные разрывы, ультрафиолет, тиминовые димеры, свободные формы кислорода, оксидативный стресс и прочее, прочее, прочее. Собственный метаболизм. Сами ферменты, которые воспроизводят нашу ДНК, они время от времени ошибаются и с неизбежностью делают ошибки. Это тоже мутации. Но мутации внешней среды, они особенно опасны. И вот количество этих мутаций внезапно начинает резко возрастать. Два миллиарда где-то лет назад. Нет, нет, где-то скорее, да, уже ближе даже к миллиарду. Сейчас очень трудно это все датировать, но вот где-то между двумя и миллиардом развиваются цианобактерии, которые, это такой тип бактерий, которые способны к фотосинтезу. Они используют не просто органическое вещество снаружи, они используют солнечную энергию для того, чтобы синтезировать органические вещества. И побочным продуктом этого всего является кислород, который нам сейчас кажется прекрасным, без которого невозможно выжить. А тогда это был жуткий яд, который в первую очередь воздействовал на ДНК. Самое прекрасное, что есть, самое главное, что надо сохранять, оно подвергается воздействию этого жуткого яда. Начинается так называемая кислородная катастрофа. И приспосабливаться к нему организм начинают самыми разными способами. Один из этих способов – это уход в какие-нибудь так называемые экологические карманы, туда, куда этот кислород по каким-то причинам не доходит. Другой способ – это, ну, я могу много их перечислять. Начинается, допустим, синтез, чем мы еще отличаемся от прокалитических организмов, у нас есть производный холестерин. Вот чтобы синтезировать холестерин, надо использовать там 17 молекул кислорода. Это тоже способ взять его и поглотить, чтобы он не нарушил ДНК, ввести какие-то биохимические процессы, которые будут его поглощать. Другой способ – это нагрузить себя большим количеством мембран и таким образом тоже не дать кислороду пройти внутрь и так далее. Ну, еще один эффект кислорода и уменьшение количества. Эти же цианобактерии, они поглощают углекислый газ, выделяют кислород, поглощение углекислого газа ведет к охлаждению. И экологически это могло привести вот то, что геологи фиксируют на тот момент snowball hypothesis. Это когда земля почти полностью покрылась льдом почти вплоть до экватора и стало совершенно холодно, как у нас почти в этом мае, но в рамках всей планеты. И тогда как раз, возможно, это возникло из-за того, что выделялся кислород и никакого парникового эффекта больше не было. Итак, одним из способов вот этого ухода от кислорода явился союз наших предков, которые были археями, с так называемыми альфа-протеобактериями, которые стали теперь нашими митохондриями. Это наши симбионты, которые живут внутри нас, в каждой нашей клетке. Есть прокариотические симбиотические организмы, называемые митохондриями, которые как раз только тем и занимаются, что употребляют кислород. Ну и, соответственно, выделяют АТФ, который мы потом, если вы помните такую базовую биохимию, это основа нашей клеточной энергетики. Мы начинаем союз с альфа-бактериями, таким образом снижаем количество кислорода в клетке и уже превращаемся из бактерий в эукариотический организм, сложный, с организованной сложной системой, в частности, с ядром. Ядро – это тоже способ упаковки, когда мы берем всю ДНК и упаковываем в отдельное место. Еще там двумя слоями мембран покрываем, чтобы подальше от кислорода, чтобы оно не разрушалось. И за счет множества мембран начинаем делить всю клетку на множество маленьких пробирок. Не просто как у прокариотической клетки. Вот в одной пробирке все замешали, и оно там по концентрациям как-то идет. Много того – работает одно. Много другого – работает другая реакция. Теперь мы все разбиваем по маленьким пробирочкам. В каждой пробирочке аккуратненько идет своя реакция. Если мы нарушаем целостность – все плохо. Сразу же начинают одни ферменты съедать другие, и ничего хорошего из этого не получается. Это называется компартментализация эукариотической клетки, когда мы все разделили на много отсеков. Ну, про синтез стероидов я уже кратко сказал. Ну и, наконец, еще один способ, каким можно уйти от проблем с поврежденной ДНК – это вводить гомологичную, так называемую, рекомбинацию с другой особью. То есть использовать то, что уже было, обмен ДНК и использование чужой ДНК для встройки ее в свою ДНК. Вот примерно что-то такое здесь начинается, когда мы берем ДНК другого организма, сравниваем со своей ДНК и выбираем, чиним одну ДНК относительно другой. Нам всегда нужна какая-то матрица. Мы должны знать, каким образом мы должны починить эту ДНК. ДНК – это текст, мы его нарушили, мы его должны обратно собрать. Мы раскидали книгу по страницам, теперь надо собрать. Если есть другая книга, мы поймем, в каком порядке ее собирать. Вот примерно это то же самое, что гомологичная рекомбинация. Ну и мы сразу получаем от этого два эффекта, вот от такого способа сохранения ДНК. С одной стороны, это краткий эффект, что вот нам сейчас удалось сохранить ДНК, несмотря на воздействие кислорода. Но и это дает нам еще одно огромное преимущество, а именно долговременный эффект в виде увеличения разнообразия. Из более-менее однообразных и похожих особей, благодаря тому, что мы начинаем комбинировать странички из разных книг, мы начинаем получать нечто новое, что в большинстве случаев работает плохо, но иногда внезапно срабатывает и работает хорошо. Но оказалось, что вот это вот половое размножение, оно чрезвычайно дорогостоящее. Обычно на то, чтобы провести, вот то, что мы называем деление клетки с помощью полового способа, это миоз. Вот всех ресурсов клеточных на него уходит огромное количество, гораздо больше, чем на обычное деление клетки. И большинство группы современных организмов, если мы посмотрим, не совсем уж брать там высших, таких как позвоночные, а более-менее такие простые организмы, то у них у всех половое размножение возникает достаточно редко в жизни. То есть они обычно себе размножаются бесполым образом, размножаются, но в какой-то там период, наступает зима или похолодание, или еще что-нибудь, вот тогда делать нечего, начинаем заниматься дорогостоящим половым процессом. То есть при неблагоприятных условиях. И то есть в современных организмах, если мы посмотрим, хотя мы называем это половым размножением, но размножение, оно как таковое только у высших и развитых организмов, таких как вот у позвоночных, или там даже не у всех насекомых. Посмотрите на тле, они начнут вот бесполым образом размножаться почти все лето, а в конце лета они начинают использовать настоящее такое половое размножение с самцами и самками. То есть основной ролью полового размножения является вовсе не размножение, а нечто другое. Про высокую цену полового размножения биологи тоже достаточно давно уже поняли, и это не только затраты на образование каких-то специальных органов, это затраты еще, и если это раздельно полые особи, то поиск партнера в условиях популяции, когда плотность низкая. Всегда есть опасность, что при этом можно заразиться какими-то болезнями, потому что это все очень высоко социально. Всегда есть возможность, большая вероятность стать жертвой хищника. Ну и наконец всегда оказывается, что вклад-то в развитие потомства в большем числе случаев оказывается совершенно неравномерным. Кто-то из полов вкладывается больше, кто-то меньше. Так уж вот у нас выходит. И такой выдающийся эволюционный биолог Джон Мейнерд Смит, он заявил об этом еще в своей книге «Эволюция пола», о том, что бесполое размножение должно давать двойной репродуктивный выигрыш по сравнению с раздельной полостью. Ну то есть каждая особь, она себе делится, выращивает ребенка и, значит, прекрасно себе живет. И такая популяция будет расти в два раза быстрее. Если мы должны взять двух особей, они потратят много времени на выращивание одного ребенка, то есть при этом у нас значительно будет уменьшаться рост такой популяции. Это было просчитано по всем возможным программам, и это подтвердилось многократно. То есть если популяции мы будем сравнивать по скорости роста, то бесполые популяции у нас железно победят все половые популяции. Половые никогда не достигнут тех скоростей, которые есть у бесполых. Эти козыри у всех видов размножающимся полом уже недоступны. Итак, зачем же тогда половое размножение? Ну, здесь биологи тоже придумали свои ответы. До сих пор, сразу заранее скажу, до сих пор никто не знает почему. До сих пор продолжают выходить статьи и биться клинки. Но, тем не менее, с одной стороны понятно, что удаляются вредные мутации путем полового размножения. Встречаются две вредные мутации. В одной из особей, допустим, родилось 10, в одном встретились две плохие мутации, в другом две хорошие, в третьем хорошая и плохая. Вот где встретились две плохие, это уже особь на отбраковку. Вот такие вредные мутации, они начинают удаляться. И в этом есть проблема. Проблема генетического груза снимается. Когда с неизбежностью мы все мутируем, развиваемся, и наши клетки также претерпевают разные мутации. Вредные мутации с неизбежностью накапливаются. Мы все, каждый из нас, несем около десятка новых мутаций или даже больше при рождении. И большинство из этих мутаций, конечно, не будет никогда позитивными. Они, скорее всего, будут негативными. И вот их когда-то надо отбрасывать. То есть то, что мы все живем, это результат того, что вот эти мутации, когда-то кто-то за них заплатил, кто-то из-за этих мутаций погиб, не родился и так далее. Нам же так повезло, что вот нам достались только самые хорошие гены, поэтому мы смогли выжить. Кроме того, появляются новые варианты, которые могут адаптироваться к меняющимся условиям среды. Среда никогда не бывает постоянно. Вот тут такой момент. Если среда постоянно, постоянные условия, постоянные факторы действуют, то любая беспловая популяция сразу же побеждает половую. Без всяких даже вопросов. Но как только начинаем менять условия, начинают возникать паразиты, начинают возникать хищники, вот здесь начинают выигрывать резко популяции, у которых есть половое размножение. Ну и оказалось, что крупные популяции также имеют больше преимуществ, чем мелкие популяции. И медленно развивающиеся организмы также получают очень большое преимущество. Такие, как вот в частности позвоночные, к которым мы относимся, они развиваются медленно, они достаточно сложно организованы. И им, оказывается, размножаться с помощью полного размножения проще. Итак, ну не будем теперь останавливаться на вот этих вот вариантах. Ну, про Августа Вейсмана я тоже не буду сейчас подробно говорить. Это как раз ученый 19 век, который впервые предложил, что за счет рекомбинации, за счет появления новых вариантов при перемешивании генетического материала у нас каждый раз папа и мама дают часть своей генетической информации, она перемешивается. И вот за счет вот этого перемешивания в разных сочетаниях формируется рекомбинативное вот это многообразие, из которого уже эволюция может отбирать те варианты, которые ей больше понравятся. Это уже было осознанно в 19 веке. И уже в 20 веке, вернее, нет, даже уже Август Вейсман в конце 19 века привел такую гипотезу векария из Брея, что популяции с половым размножением имеют большее разнообразие, и поэтому, когда будут неблагоприятные условия, всегда найдется такой вариант, который их переживет. И он приводил пример векария из Брея, который приспосабливался к абсолютно любой власти, неважно, кто там приходил, католичество, протестанты, он легко переходил из одной религии в другую и таким образом мог выжить, несмотря на все опасности. После этого биологи уже вот больше в 20 веке был такой ученик Добжанс. Добжанский – это также наш соотечественник, который уехал когда-то в Соединенные Штаты, стал там великим эволюционным биологом. Вот у него был ученик Лейван Вален, который предложил такую гипотезу «Красные королевы». Многие спрашивают, почему «Красные королевы», почему «Почему не черные королевы», потому что это же шахматная королева. Нет, тем не менее, это «Красные королевы», потому что в английском языке вот эти в шахматах называли не черные и белые, а черные и красные. То есть это Red Queen Hypothesis, это уже закрепленный термин в биологии. Он стал говорить о том, что чтобы вид остался на месте, он должен очень быстро бежать. Он все время с кем-то соревнуется, у нас все время что-то происходит во внешних условиях. Если у нас не будет вот этого потенциала к тому, чтобы сохранять какие-то варианты, формировать новые варианты, мы быстро в этой гонке проиграем. В гонке как с другими видами, так и самое главное, с вирусами, скажем, и с инфекциями. И действительно, если мы сравним, проведем биологический такой эксперимент и проверим популяции, есть некоторые виды, у которых есть половые, бесполые популяции. И всегда окажется, что популяции, которые размножаются бесполым путем, они накапливают гораздо больше инфекций. В них инфекции накапливаются с более высокой скоростью. А вот у популяций, которые размножаются половым путем, эти инфекции удается отбросить. Но, тем не менее, есть организмы, которые взяли и отказались от полового размножения. Все эукариоты когда-то все обладали. Вот сейчас, допустим, вы можете мне сказать, амебы не размножаются половым путем, что вы на это скажете. Да, действительно, они не размножаются половым путем сегодня, но все гены, которые для этого нужны, у них есть. Просто в какой-то момент они перешли на немного другие стратегии. И в каждом конкретном случае, если мы разберемся, то поймем, почему это произошло. Ну, вот, в частности, есть такие организмы, многоклеточные, достаточно сложно устроенные, которые взяли и полностью отказались от полового размножения, ни много ни мало, там, я не помню, 40 или 25 миллионов лет назад, но вот 25 точно. Это бдилоидные клавратки. У них есть группы более предковые, которые занимаются действительно половым размножением, но, тем не менее, вот именно бдилоидные взяли и навсегда утратили эту форму. Вот недавно как раз было очень большое исследование этих организмов, а организмы-то очень интересные. Это те организмы, которые способны высушиваться почти полностью, те организмы, на которые можно воздействовать радиацией, они при этом достаточно устойчивы. И у них оказалось, что как раз есть гипотеза о том, что нагрузка вирусная и вообще паразитическая намного ниже именно потому, что они способны к высыханию, и в этот момент паразиты способны выжить гораздо хуже, чем сам организм. И кроме того, они начинают какие-то другие процессы на уровне ДНК, а именно перемешивание своей собственной ДНК, еще и встраивание чужой ДНК от даже бактерий, грибов и других организмов, которые оказались в окружающей среде. И это помогает им каким-то образом заменить половое размножение и выжить. То есть, с одной стороны, они от него отказались, но с другой стороны, они зачем-то какие-то совершенно другие экзотические процессы разработали, которые им это половое размножение заменяют. Но, когда половое размножение возникло, оно не всегда было то, которое мы себе представляем, чтобы были самцы и самки, и каждый особь производил агаметы определенного типа. Нет, сначала была изогамия. Это когда возникли половые клетки, которые совершенно никак внешне не отличались. Это были две клетки, они обе были подвижны, скорее всего, с двумя жгутиками, и называть их мужская и женская еще нельзя, потому что мы говорим так только о гаметах, которые отличаются по размеру, поэтому можем их называть плюс и минус, и называть это полами даже страшно, ну, то есть, потому что все-таки мы привыкли, что пола два, то есть, а тут их могут быть много сотен. Такое есть у некоторых грибов, в которых много разных называют половыми типами. В биологии они просто говорят половые типы у грибов. Там их может быть несколько сотен, когда, допустим, одна гамета не может быть оплодотворена никакой другой гаметой, а обязательно нужно быть оплодотворена только любой из других трехсот. Только с ней она сольется, но никогда не с другим плюсом. То есть, допустим, если это назвать А, Б, С, Д, Е, то А будет искать любую другую букву, только не букву А. И сегодня, допустим, если мы возьмем спирогиру или хламидомонаду, какие-то такие экзотические, может быть, для вас звучат организмы, но, тем не менее, это современные организмы, у которых вот как раз наблюдается и загамия, гаметы одинакового вида. После этого в эволюции начинает возникать анизогамия, когда одна гамета становится больше, другая гамета становится значительно меньше, и тут мы уже начинаем говорить, что крупная гамета это женская, мелкая гамета мужская. И как крайний вариант анизогамии развивается ООО-гамия, когда крупная гамета теряет жгутики, становится неподвижной. Вот это ООО-гамия, которая присутствует, скажем, сегодня у позвоночных. И в некоторых группах и укройот даже случается анизогамия, когда когда они сильно отличаются сперматозоиды и циклетки друг от друга. Но мы не будем останавливаться на вот этих типах, то есть зададим вопрос зачем, даже если хорошо, ну вот возникли разные гаметы, но почему нам не создать допустим двух организмов, и сделать, чтобы каждый организм производил два типа клеток и мог таким образом реализоваться и с той, и с другой стороны. Зачем еще разделять это по организмам? Ведь мы, как уже было показано, будем платить за самцов в два раза больше. Давайте посмотрим на организмы гермафродиты. Допустим, на брюхоногих моллюсков. Вот у них типичный встречается гермафродитизм, когда они производят гаметы обоих типов. То есть развивается половая железа, часть из нее производит сперматозоиды, часть яйцеклетки, и вот они встречаются, обмениваются, и все вроде бы у них нормально. То же самое у некоторых позвоночных. Если мы рассмотрим на уровне рыб, то существует два типа гермафродитизма, это синхронный и последовательный. При синхронном у нас организм производит сразу два типа, и сперматозоиды, и яйцеклетки, два типа гамет, при последовательном, и сюда относятся два типа вообще всех костистых рыб, это тысячи видов, ну да, сотни скорее. В основном идет направление от самки к самцу, то есть сначала организм выпускает яйцеклетки, но через какое-то время решает перейти на сперматозоиды. И очень чаще, очень редко случается наоборот, когда организм начинает свою карьеру в роли самца. Итак, мы наблюдаем, что вот развивается гермафродитизм, но это крайне редко, и оказывается, что это невыгодный путь. И действительно, сегодня мы видим, что виды гермафродита, они не занимают достаточно большого, больших пространств, не являются эволюционно перспективными. Так, это вот, я хотел остановиться на книге, но вот давайте подумаем, почему тогда у высших растений в основном мы встречаем как раз гермафродитизм. Одна и та же особь, как мы с вами изучали строение цветка, есть тычинки, есть пестики в одном и том же цветке. В большинстве особей, большинство растений однодомны, мы говорим, то есть они производят гометы двух типов. На этот вопрос ответил еще Чарльз Дарвин. Дело в том, что в том случае, если не удается произвести, поскольку растения не двигаются, то если даже им не удается найти никакого партнера, то всегда может произойти самоопыление. То есть это можно рассматривать как способ, когда мы можем все-таки сохранить какой-то вид в неблагоприятных условиях. Так, ну, не будем останавливаться, что все-таки встречается и у растений тоже хромосомное определение пола. Вспомним теорию геодокена, которая была разработана в 20 веке, когда он попытался все-таки определить почему. Почему именно происходит разделение на два пола и почему это эволюционно выгодно. Он сказал, что дифференциация полов это такая эволюционная специализация, когда у нас есть два независимых аспекта эволюции. Это консервативный и маломеняющийся, чаще всего с большим вкладом потомства. Это именно женский пол, который является консервативным и стабильным элементом, и более лобильный мужской пол. Вот здесь природа уже может гораздо больше экспериментировать. Нам не нужно такое огромное количество самцов или организмов, производящих множество мелких гомет, поэтому природа свои эксперименты в основном все ставит на мужском поле. Если мы даже на человеке или на других каких-то животных попытаемся измерить разные характеристики, начиная от активности работы фермента, заканчивая распределение по росту, весу, каким-то количественным признакам, то средний разброс значений у мужского пола будет всегда выше, потому что здесь природа пытается поиграть в свои какие-то игры. И тут можно попытаться как поймать что-то хорошее, так и не жалко, если что-то не получится, потому что все равно вклад вот этих организмов в развитие потомства он не такой великий. Но тем не менее даже у позвоночных иногда возникают вот эти переходы к бесполому размножению, но опять же если мы будем наблюдать почему оно случается, ну или это тоже один из типов полового размножения близкий к бесполому, допустим у партеногенетических ящериц, когда им не нужен никакой другой партнер, там яйцеклетка развивается, и вот есть такие липидодактилюс люгубрис, как же он по-русски называется, это чешуепалый, чешуепалый геккон, вот, он занимает огромные совершенно пространства, очень быстро размножается, именно потому, что не нужны самцы, одни самки, которые производят себе подобных самок, с огромной скоростью захватывает огромные пространства, вытесняя другие виды гекконов, но именно потому, что это происходит в тропиках, где ему пока не встретилось, а мало болезней, б ему не встретилось настоящих конкурентов, вот в этих условиях он может доминировать и проявляться, проявляться достаточно широко, но как только условия изменятся, это будут те первые организмы, которые пойдут у нас под нож, эти организмы не переживут тяжелых условий, поэтому некоторые связывают, некоторые эволюционные биологи, они даже приводили такие примеры, что это как Ветхий Завет и Новый Завет, что Ветхозаветская притча о том, что вот раньше люди жили и много грешили, но через какое-то время злобные боги появлялись и, значит, всех уничтожали, а потом, значит, жизнь как-то изменилась, но теперь, значит, начинают появляться только редкие организмы, которыми эти популяции жертвуют, при том, что общая часть популяции сохраняется и имеет возможность эволюционировать дальше. Так, я очень вам советую почитать книги на эту тему, если вас это заинтересовало, такие как, ну вот, Мэтт Лидри, очень, очень такая книга легко читающаяся, интересная, секс-эволюция человеческого природа, Нейла Джонса, The Distant of Men, я не знаю, перевели они на русский язык или нет, я еще пока не видел, ну и там книги Красная Королева и книги Маркова, если у вас будет такая возможность. Ну, конечно, вот есть, если вам именно интересно про сексуальность человека, почему именно такая сексуальность у человека, почему именно такие типы, значит, семейных отношений, стратегии половые, отличающиеся как от орунгутана, так и от шимпанзе, так и гориллы, то это хорошо рассмотрел в своей статье Оуэн Лав Джой, ну и Александр Марков там об этом тоже много говорит. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ